Друзья, добрый день! Мы снова на кухне ресторан Ревью, мы снова на кухне компании Гемос. И сегодня сбылась моя давняя мечта. Значит, сегодня у нас в гостях Эдвард, представитель компании Расику Элли Техос. И причем пицца Расику Элли Техос. Почему давно добивался тебя, что ты наконец-то пришел? Я действительно помешан на бургерах. Вот эта история, которую мы продолжаем уже, наверное, год, аля революция бургеров и прочее. То есть у меня есть некие такие взгляды на то, какой должен быть бургер. Как он должен готовиться. И сейчас наконец-то появился ты как профессионал. Вот искренне, во-первых, я люблю Расику Элли Техос. Привет! Значит, люблю вашу пиццу и бургеры, потому что реально считаю, что они одни из лучших. И поэтому вот очень бы хотелось узнать, что ты рассказал и показал нам, как можно в домашних условиях делать хороший бургер. Из чего он делается? Что это за мясо? Там, черный англус, ничем. В общем, все-все-все, я хочу наконец-то получить вот ту информацию, которую как бы давно хотел узнать сам и поделиться с группой. Бургеры в Эстонии. Поэтому рассказывай, что будешь делать сегодня ты, из чего, как, вот вся площадь твоя. Бургеры, может быть, что-то еще вкусненькое. Знаю, насколько еще твою историю путешествий и работы в различных странах. И будет, наверное, хорошо какие-нибудь новости, истории из твоего поварского прошлого. Значит, что мы будем сегодня готовить? Классический гамбургер, который состоит из мяса, сыр и каких-то овощей. Ну и, естественно, соус, да? Все легко и просто. Это будет фарш говяжий, да? Котлеты из фарша по 150 грамм, которые, в принципе, готовы. Ну и мы можем еще сделать, да? Дополнительно показать, как можно в домашних условиях сделать красивую, вкусную и сочную котлету. Дополнение овощей, соус, булка. Значит, сегодня, прежде чем, как готовить гамбургеры, мы начнем с рождественского блюда. Так как рождество, Новый год. И по традициям, да, все любят покушать вкусные свиницы, да? Вот здесь у нас есть хорошая вырезка, терпаната. Да? Здесь килограмм. И, соответственно, что мы будем делать? Мы замаринуем этот карпанат нашим, извинительным пиве, который производится на заводе «Расико-Пеналиас». Почему именно это пиво? Потому что оно уже со специями, да? То есть, нам не надо будет использовать наш специи сухих, да? То есть, они уже моктенькие, в жидком виде. И это непосредственно пропитает очень хорошо мясо. Для начала мы посолим мясо. Соль моя, поварская, как говорится. У каждого повара есть своя соль. Здесь ничего сложного нету. Несколько ягод перцев. И соль-пот. Затрем соль. Во-первых, так сказать, мясо. Чтоб оно пропиталось. Во-вторых хорошенечко, чтобы не оставалось ни хлопек, ничего, да? Так сказать, чтоб оно растворилось. Когда уже расплавилась соль, просто залем пивом. Кажется, оно полностью залито. Вот даже бульки, видишь? Когда оно полностью залито, просто оставим. Может, у нас это чем-нибудь. Откроем. Так что, как в фильме, например, вы как неправильно, вот и вы вот видите, да? Вот неправильно готовите мясо с гимом. То есть у нас на столе нормальных поваровок. Есть пиво, есть вино. Не забывайте, совмещаем полезное с приятным. Да. Обязательно. Хорошо. Все не отвлекаем. И непосредственно, когда уже было вино мясо, оставим его при комнатной температуре, когда он просто оставит, вот где он удобный. Часико на два. Достаточно времени, чтобы оно промариналовалось. Рецепт гамбургера будет очень простой, оригинальный и настоящий. Да? Изначально, откуда у меня вообще появились эти знания, эти знания появились из Латинской Америки, так как я прожил там 10 лет. История очень интересная. Меня научил делать гамбургер один мексиканец, который послужил мне примером. И непосредственно я попробовал пойти по его стопам. Тоже открыл маленькую сеть. Как говорится, как и история гамбургера. была, что дядька поставил коляску просто на улице и начал готовить котлеты с булкой. То есть, в принципе, то же самое я попробовал. Все у меня получилось. И сейчас делаю это так же, восхитительно. Считаю я, да? В нашем маленьком, изумительном и восхитительном ресторане Расик Битя, который находится в Расику, да? Ну что, ребята, давайте приступим тогда. Сделаем тогда очень классический гамбургер. Включим к ниту. Сковородочкой. Я думаю, нам бы хватит. Значит, для домашних условий все легко и просто. Достаточно купить парш. Парш уже можно готовый. Если есть пожелание, можно сделать его самому. Парш, значит, говяжий. 80% мяса, 20% жира. Да? Это мясо из класса Антус, которое, на самом деле, очень сочное и очень вкусное. Если его правильно, кстати, готовить. Неправильно приготовить, оно будет сухое, да? Значит, что мы сделаем? Мы возьмем доску, доску, пергамент, положим мясо на пергамент. Здесь 150 грамм мяса. То есть, это более, чем достаточно, да? Можно и при домашних условиях сделать и 100 грамм, кому как угодно. Накроем мясо пергаментом. Можно просто взять вторую доску или что-нибудь плоское. Раздаем мясо. чтобы оно было плоское. Придать форму. Вот так вот. Легко. Видите? Вот так получается овальную. Чтобы оно красиво смотрелось. Чтобы было приятнее кушать. Вот так вот. Придадим форму. То есть, все это можно сделать дома, без проблем, без сложностей. Легко и просто. Здесь у меня рядом уже готовые котлеты, да? Котлеты, которые мы используем в нашем ресторане. Тоже их лепим сами. Придадим форму. Специальные формочки. Раздавливаем их, значит, прессом, да? Ручным. Сиделся в ручную. Друзья, значит, когда нагреется сковородка, тогда она уже такая очень горяченькая, она может у вас даже и пар выпускать, дымится. Добавляем масло. Я сам лично использую оливковое масло. Разводим масло по сковородке. Ждем еще чуть-чуть, чтобы масло нагрелось. Он растекается. Как водичка, значит, она уже горячая. Берем котлету, которая замороженная с середины. если она еще не растаяла до конца. Кидаем на сковородку. Когда кидаете котлету на сковородку, обязательно сразу надо посолить. Я вам говорил раньше, я использую свой соль, который я делаю. Вы можете просто сделать соль-керец. Я предпочитаю соль в хлопер, потому что она очень такой вкус, соленый, и необычный. Значит, когда вы уже кинули котлету, посолили ее, между делом вы можете уже идти к борьбе гамм, все легко и просто. Наливаем соус, накладываем в лобки, размазываем. Этот соус наш, фирменный. Естественно, рецепт я вам не скажу, вы можете его приехать, попробовать, в разе купить. и начинаем после этого собирать овощи. Для шторонидной части я кладу кусок помидора. Я предпочитаю мясной томат, лингатомас, потому что, во-первых, он большой, сочный, и достаточно одного куска чтобы балансировать вкус к гаммбурту. Потом добавляю огурцы маринованные. Заметьте, мне соленые маринованные. Можете посмотрим, вкусы сделать, конечно, кому как нравится. Мне лично нравятся маринованные. Они такие сладенькие, тисненькие. И потом добавляем лук. Это на нижнюю часть. То есть, помидор, огурцы, лук. На верхней части добавляю салат. Как кто-то, когда-то придумал, что это надо для пищеварения. и что же сын, не вошел в традицию гамбурга. Смотрите, котлета, когда уезжала, значит, ее можно переворачивать. Такая идеальная корочка пищеварения. Нагляет. Нагляет. Значит, оно с одной стороны для головы. Мы обязательно стоим с другой стороны, когда переворачиваем, лято. в чем еще секрет. Секрет в том, что сковородка должна быть обязательно на высокой температуре. для чего? Для того, чтобы мясо при столкновении сковородки сжимало, и оно сжимается, правильно, оно оставляет сок внутри, а снаружи оно готовится. Это есть секрет для гамбургера. Чтобы мясо было сочное, как я вам говорил, но и для готовки мяса тоже как в принципе и с говядиной у нас поступает с говядиной. Правильно приготовить говядину, оно было сочное, обязательно надо дать терапию шока. Это вот так вызывает. Как говорится, в Багетинске говорят, для терапии шок. Всегда можете проверить мясо, все неуверенно, готово, не готово, то что снова при таком состояние, что оно выдает сок, нам обязательно надо будет его перевернуть. Когда мы перевернем мясо, мы добавим кусок даже ваше кусочек сыра. Вы можете использовать любой сыр, на ваше усмотрение. Вообще можете делать без сыра, если хотите. сыр мы можем другое с готово уже перевернули, полом два кусочка сыра, два кусочка начнут топиться потихоньку. Вы можете накрыть крышки, чтобы он растопился, можете добавить немножко варьбург сковородку, тогда у нас паровая сеть. Кстати, по поводу парового сеть, мы можем даже показать. Будет конечно очень много бардака как говорится на плите, но это придаст своеобразный эффект. Видите, сыр растапливается. Как только сыр растапливается, вы можете достать мясо из проворотки. положить на тарелочку. Здесь я положу конечно полумармит. Положить на тарелочку дома. И буквально подождать. Лишнее снимем. Буквально можете подождать минутки две более-менее. Можно даже минутку в зависимости как вам нравится в каком какой прожарке мяса. Видите, вот здесь оно начинает отдавать лишнее. Водичка исходит, да? Не надо отдавать полностью. Точнее, давать котлеты не надо давать котлеты полностью, все вытекло. Достаточно половины, чтобы у вас не развалился гамма. Видите, когда начинает меньше вытекать, то значит уже достаточно. вкладываем мясо на нижнюю часть булки, покрываем верхнюю частью, отправляем. Здесь я использую вот такую зубочистку, как сказать, шпажка, штык, кому как угодно. Ум полею кому сейсен, чтобы он не развалился. И непосредственно здесь вы можете поступить по-разному. Можете подогреть булку на сковородке дома. Если есть возможность использовать духовку, то непосредственно можно использовать духовку, так, чтобы разогрелась булка. мы естественно будем использовать духовку, потому что у нас есть такая возможность. Поставим буквально на секунд 40-45 гамбургер в духовку, что булка уже готова. Это точно. Сверяем. Она просто прогрелась. И здесь у нас получается вот такой красавчик, которого хочется очень съесть, которого хочется очень съесть и можете просто выложить гамбургер на тарелочку и подавать его своей семье, гостям или друзьям. Толстую котлету, что стекло не стекло, что-то внутри будет сырое. Вот тоже в это дело, да. Я пройду. Нет, вот давай камеру, просто сделай там фотку или так и видео пошло, да. Друзья, значит, как вы помните, мы ждем, пока сковородка будет очень горячей, да, готовим мясо, которое мы раздавили и будем его приготовить седом. Вообще мы лед, для того, чтобы мясо оставалось сочным. значит, поливаем сковородку маслом, кому как угодно, кому оливковое, кому рапсовое, кому можно и сливочное. Видите, сковородка, она, в принципе, дымится, значит, можно кидать. Кидаем мясо, берем лед, парк кусочек киндара, маленький, соль киндару, и киндару куколем мед. Не бойтесь, если мед не растает до конца, это не принципиально. Сам процесс киндара, если мы его положили, самое главное, чтобы он немножко оставил вот точность мяса. Между телом, пока нагревается, точнее, жарится наше мясо, мы погреем булочки на сковородке. Ты можете делать это на среднем огне. Не забывайте переворачивать проверять, чтобы булка не сгорела. И там начинается открываться соль. На принципе, булочка у вас уже покрылась на тарелочку. По поводу мяса. Когда мясо готовится, когда мясо готовится, вот оно получило корочки снизу, сжалось, значит, можно снять лед и переворачивать. Лясо, после того, как перевернули, не забудьте поставить. здесь такой вопросик, кому как нравится. Кому нравится полный прожар, кому нравится стрельний, кому вообще нравится полусырое. Мы сделаем мейзембелл, чтобы оно было розовое, но чуть-чуть более чем розовое. Так это и сочное и приготовленное. Пока готовится мясо, здесь я сделаю стол, стандартный классический стол, с зеленью, с кешатом и с горчицей дижонки. Ребята, помните, когда мы готовили в первой гамбурге, мы добавляли сыр сверху, после того, как перевернем третий раз мясо, добавим сыр, немножко подождем, чтобы он нагрелся. Как я говорил про прожарку, снимаем мясо, мы делаем минимум лав, почти, да, почти готовы. Я его выложу на полномит, можете положить его просто на тарелочку, подождать чуть-чуть, чтобы он осел и лишний, высотный, выше, чтобы у вас гамбург не развалился. второй такой легкий рецепт домашних условий. Добавляем вот соус, который я только что вымешал, на нижнюю часть, на верхнюю часть. Опять-таки, по поводу овощей, можете использовать любые свежие овощи, помидоры, лук, салат, если кому угодно, и огурцы соленые, маринованные, можно и даже помидорчики, руку, кому как угодно. Я предпочитаю просто свежий салат, релиз, можно и простой салатик какой-то, можно даже капусты какой-то добавить, без проблем, кому как угодно. здесь можно добавить нижнюю часть. Видите, помните, да, я вам говорил про мясо, чтобы немножко вытипло. Накрываем. И можете укрепить гамбургер, чтобы он не развалился у вас во время пищеприема. Какой-нибудь пашка или зубочистка. так, и между делом, вам зашел унак ангургер сакуру, бьеран 7% сделан гамбургер по-колумбийски, латиноамерикански. Процесс, в принципе, приготовления мяса такой же, единственное, что чуть-чуть ингредиенты будут дополнить. пока готовлю. Я оставил акцент по поводу приготовления мяса, ангус и так далее. почему меня вообще туда потянуло? Потому что там умеют на самом деле в Америке готовить говядину правильно. И как говорят колумбийцы мы на мерклесе. То есть лучше поесть воды, чем вообще есть какую-то непонятную вещь. Так что будем делать вкуснятину по-латин-американски. Процесс такой же. Мясо, соль. Разогреваем булочку. не забывайте переворачивать чтобы она у вас не сгорела. Если есть возможность использовать духовку, то вообще шикарно. Комога лучше. Ну и булка будет разогреваться равномерно. Правильно то соответственно волна будет успокоиться, что где-то оно сгорит и так далее. Чисто из тоже сэкономит. Как говорят кумбите в улрико это не так ани. Только жадно может быть богато. Самый главный кумбийский ингредиент как говорят кумбите орос не вовно это орос. рис без витка это мин ворочек расходим боишься как угодно как вам нравится попутал и называйте всегда надо добавить какие-то овощи свежие мы большинство используется помидор потому что балансирует говядина для чего их лопаткий вкус балансируем только вкус а говядина это жир следующий склад, значит, помидор, толстик, домашний дело такой сборки как и на на пасечки каунгер брать нас и дает сок и все так потрогать она мягенькая значит нам быть перевернуть его в четвертый и последний раз перевернем поджимается мясо из такой котлеты такой кусочек опять-таки как я вам говорил что соковая терапия это самое главное говядина по этому непосредственно необходимо это обязательно кинуть мясо на раскаленную сладу значит здесь делаем простую нашу сборочку классическую то что мы используем в разе купить добавить чуть-чуть побольше чем обычно сыр на котлетку как вы помните да и кидают сок вот это изумительная прожарка говядину я сейчас он сам проглазов так что мы делаем проверяем мясо тут уже по вкусу да кому как понравилось вытесну до буквально чуть-чуть времени, минуты-две, потому как в воду, кто как любит, прожарку сочную или прожарку сухую, полусухую, как вино. Я сам лично предпочитаю, чтобы было сочное мясо, буквально на чуть-чуть его оставить, на нижнюю часть нашей сборки. Внимание, друзья, чем отличается латиноамериканский гамбургер от нашего, так сказать, европейского стиля. Как вы видите, я положу его на пергамент. Для чего? Для того, что мы сейчас его будем заворачивать. Прижимаем, прижимаем, закрываем его полностью. Это самое главное в латиноамериканской кухне. Как говорится, значит, на двоих нам всегда хватит. Изумительный, прекрасный, вкусный и неповторимый сочный гамбург в латиноамериканском стиле. Друзья, и между делом, бамаза-серуна, hamburgеша и кейсу, экстра-гранды. Сделаем латино-гамбург в стиле 3XL, но с одной котлетой. Здесь я отдаю в котлетку. Опять-таки, сковородочка у нас должна быть очень не горячей, ведь она дымится. Кидаем мясо, солим. Смотрите, вместо дела подготовим булочку. Так как мясо толще, больше, то, естественно, надо быть внимательнее с продуктом. Если есть возможность использования грязности, можете использовать грязности. Если нет, то, как по старой традиции, обязательно братьте сковородочку. Если нравится полная прожарка, если не полная, то просто аккуратно надо. Буквально нам достаточно перевернуть мясо в 4 раза в 5 максимум. Давайте я вам покажу. Как вы помните, в прошлые разы, когда нам дают сок, значит, оно как раз внутри будет розовым. Когда пистолет давать сок, и немножко жестче, когда вы ощущаете, что это мясо, тогда оно непосредственно уже полная прожарка. Так, как мы будем делать это, как хлопчийский чизбургер, только размером с листой. Так, видите, друзья, когда большие мясо уже начинают поинфицировать все это снизу, это значит, что мясо можно переваривать. Переваривать, видите, как оно красиво оно помещается. Очень эффективно. Здесь мы делаем прожарки Ре. Если делаем прожарки Ре, достаточно фарш. Свернуть только 2 раза. Больше не надо, поэтому нет необходимости. Мясо нужно держать на сковородке в течение минуты-полторы-две, в зависимости от толщины мяса. Вот видите, оно сейчас выдает сок, если его трогаю пальцами, мягенькое. Так что надо сделать. Так как мы делаем прожарки Ре, выдает сок, мягенькое, мы проверяем нить. Не хватает ничего, только 30 секунд, и, соответственно, можем положить сыр. Чуть-чуть подождать. Как раз и булочка у нас получается толстая. Помните, да, тот толстый, который мы делали. Он идеально подойдет для чизбургера, потому что сейчас мы будем класть огурцы, которые я приготовил. Маринованные бухты, котлеты, сыр и непотребленный сок. Подпочтение вкуса очень правильно класть. Тепло, минимум киспо, не сладко. Таким образом, котлеты готовы. И самое главное, говядина, чтобы она немножко настоялась перед синировкой. Пока настаивается мясо, возьмем булочку, смажем ее. Обязательно. На нижнюю часть положим огурцы. Смотрите, что сковородка была очень горячая, очень сочная. Мясо. И какой-нибудь шпажечкой проткнем, чтобы она у нас не развалилась. Валя. Как я говорил вам за прожарку, мы непосредственно сейчас проверим прожарочку. Мясо. Для того, чтобы наш гамбургер не развалился, можем поставить две шпажечки. Мясо. Мы сейчас его разрежем и посмотрим прожарку мяса. Сочная, розовенькая. Друзья, давайте вернемся тогда к нашей свинейке, которая маринована в медовушке, точнее в медовухе, в нашем изумительном пиве, которая делается на райском заводе. Вот. И процесс у нас будет очень простой. Единственное, что по вкусовым, как я вам говорил, еще раз напомню, почему именно выбор этого пива, потому что оно уже со спецами. Да? Вкус будет уникальный. Итак, для того, чтобы приготовить мясо, мы сделаем процесс, который мы обычно все знают. Очень простой. Значит, сначала мы мясо, как говорится, заштампуем, немножко придадим ему корочки, а потом его непосредственно поставим в духовку на 180 градусов, где-то на 1 час 15, на функцию жарки и барки. если нет такой функции, можете сделать мясо в пакете или на марминке непосредственно завернуть парень. так и достану мясо, чтобы оно немножко стекло. положим в салфеточку, немножко посушим. Как я вам говорил, достаточно было только налить пиво и добавить соль, перец, этого, в принципе, достаточно. Видите, сковородка у нас раскаленная. Мясо, хороший кусочек. Добавляем немного прожариться, чтобы у него скользкость мягкая, такая легкая. Вы чувствуете этот приятный аромат. Такой сладкий вкус со спецами. Вот сейчас слышно мед. Уникальный, 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 уникальный сегодня для маринада. Достаточно, чтобы оно схватилось. Так его поповарать, если видите, со всех сторон, чтобы оно немножко было отворено. То есть ключ в чем, то что, когда вы, как говорится, делаете процесс стомфовки, сока остается в мясе. Самое главное, чтобы мясо будет сочным. Достаточно. Добавляем лимончик. Добавляем лимончик. Добавляем лимончик. Добавляем лимончик. Так, чисто. Для кислинки. И все, ва-ля, ребята. Вот этот кусочек мы сейчас уникальный, изумительный, прекрасный. Как раз вот на Рождество и кому на Новый год. Поставим духовку на функцию жарки и парки. 180 градусов. Добавляем лимончик. Примерно час десять. Этого, я думаю, достаточно. Потому что килограмм мяса не так уж и много. Друзья, пока готовится наше уникальное мясо, я хотел вам напомнить, что мы вас ждем на нашем заводе. Расик Кунда Дагас, который находится в Расику по адресу Meirei 3, где вы можете отведать изумительный гамбургер. К тому же у нас есть пицца, которая приготавливается по настоящему итальянскому рецепту с настоящими аутентичными итальянскими продуктами. И, конечно же, наши самые вкусные закуски в притюле. А хочу вам еще сказать такое, что начиная с Нового года мы будем продавать кит-набор наших продуктов, которые вы можете сами приготовить дома. Точнее тесто для пиццы, соус и остальные компоненты также для гамбургера, котлеты, булка, сыр и все, что необходимо для того, чтобы вы могли самостоятельно дома приготовить свежий вкусный бургер и вкусные пиццы. Друзья, после того, как прошел час и десять, доставим наше мясо. Видите, это еще ускорочка, как раз такая поэлегантнее. То, что придает как раз таки вот от медовухи сахар и вуаля. Ваш праздничный ужин на Новый год или на Рождество готов. Легко, быстро и просто. Так что с наступающими праздниками вас. Еще раз повторю, что ждем вас на Райсе Куле Дегас. Посмаковать вкусный гамбургер и выпить хорошего пива. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, друзья, наконец-то сбылась моя мечта. Я теперь стал еще немножко больше понимать в бургерах. Спасибо большое Райсе Куле Дегас за такую возможность, что у нас есть и бургеры, и пиво. Вот еще раз отдельное спасибо за подарок. Рождество. Не забываем, что, наверное, самым любимым детским вариантом является трассику – это квас. Потом для меня было много открытий, что, например, есть медовина. Медовуха, все-таки правильно, медовуха. Бельгия для меня была совершенно новая. Будем знать, что, оказывается, в этом году на Рождество у них будет Бельгия. Значит, классический пилс, наверное, в старые добрые времена. И что-то еще. Так, просто медовое пиво. И вот Мацин, да. Значит, новые все-таки а-ля сорта дегустационные, подарочные. То есть при желании можно приехать туда на завод, взять себе пивка и устроить некую такую мясную, пивную тему на Рождество и на Новый год. Всем спасибо, кто с нами сегодня был, опять смотрел нашу программу. Приходите к нам в гости. Всем приятного аппетита. Всем спасибо.